Русский надзор 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 сделает такую глупость, ну и вот они наконец-то это сделали. Но в реальности заблокировать сами себя они не заблокировали. Ну вот смотрите, давайте разбираться по пунктному и качественно, как хорошие журналисты. Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адреса у самого себя, в кавычках. Попытка Роскомнадзора заблокировать IP-адрес 127.0.0.1, он же локалхост, является проделкой хостинг-провайдера об этом РБК, заявил вчера пресс-секретарь ведомства Вадим Ампилонский и цитата. Хостинг-провайдер подменил IP-адрес заблокированного сайта на локалхост. Это сделано с одной целью, чтобы СМИ написали, что Роскомнадзор заблокировал сам себя. Но при этом хостинг-провайдер этот не назван. Не назван. Нет, но это нормально, зачем подставлять контору? Что вы думаете об этом, Станислав? Ну, смотрите, во-первых, не хостинг-провайдер, а администратор домена это сделал. То есть, история какая? Вообще в интернете, когда вы заходите на сайт фонтанка.ру, существует там, по сути, две субстанции. Первый — это домен, второй — это хостинг, где находится, собственно, ваш сайт. Когда вы набираете в браузер какой-то запрос, пользователь набирает в браузер запрос, этот запрос сначала обращается к домену, и у домена спрашивает, а где находится, по какому IP-адресу находится хостинг, чтобы показать сайт. И в данном случае администратор домена, который является и владелец сайта, очевидным, он написал у себя в настройках домена, что кроме реального IP-адреса отдавать еще и 127.0.0.1. И в этом случае никто из пользователей ничего заметить не может, но у Роскомнадзора, судя по всему, стоит автоматический какой-то скрипт, который тоже обращается к этому домену, выдирает из него эти IP-адреса и заносит в свою базу. Так, ну, смотрите, Станислав, я объясню, вы у нас профессиональный умный эксперт, и раздел у нас называется профессионал. Мы простые пользователи. Мы хотя и живем в интернете тут уже второй год, но ничего не понимаем, поэтому вы вот нам прямо вот на земной, на предельно простой язык это все переводите. Как для бабушки, на лавочке. Да, считаем себя важным. Я пытаюсь просто... Это сложная задача. А рубрика профессионал, выкручивайтесь, да. Да, ну то есть на самом деле хостинг-провайдер ни при чем. Причем администратор сайта, который сблокировали. Да. И причем Роскомнадзор, который не проверяет, что он относится к себе в реестр. То есть вот этот комментарий, который я вам процитировал, он о чем говорит? Ну что Роскомнадзор пытается отмазаться. Ну, видимо, не очень удачно пытается. Не проверяют никак то, что автоматически к ним в базу попадает. На самом деле круто будет, когда какой-нибудь новый заблокированный сайт вместо своего айпишника, как вот в этом случае было, поставит не локал хост айпишник, а поставит айпишник, ну, например, там, Кремлин.ру. Нет, ну очевидно, что сейчас что-то поменяется после этой истории. И будут, видимо, ручками как-то работать, а не автоматически. Если, опять же, мы предполагаем, что там робот. Я не думаю, что здесь можно стопроцентную какую-то защиту поставить и только начать работать руками. Да, они сейчас работают автоматически. Но посмотрим, может быть, это вообще пойдет череда шуток. Станислав, наши пользователи реагируют и задают очень простой вопрос. Объясните по-человечески, почему так получается. Вряд ли они специально делают так, чтобы все потом, ну, вот, так же замечательно, как вы у нас сейчас на экране, улыбались. Ведь Роскомнадзор серьезное ведомство, правда же, призвано стоять на страже полезного интернета, уже который раз выступает объектом насмешек. Это говорит о чем? Что плохие условия труда для технарей в организации? Быть может, у них там такой дикий график работы, что просто физически они не успевают все проконтролировать? Вопрос закончен, да? Я думаю, что здесь вопрос в том, что вообще, когда принимался законопроект, сразу же говорилось очень много о том, что он работать не будет. Ровно по причине того, что технически он слабо исполним. И, в общем-то, мы здесь попадаем ровно на то, что этот закон как хромая утка, то есть работает черти как. И такие фейлы, они и будут происходить дальше. Просто потому, что блокировать интернет более-менее бессмысленно. Ну, это для кого как, да? Для вас бессмысленно, а с другой стороны правоохранители отчитываются о том, сколько преступлений они с помощью тех или иных блокировок пресекают. И это тоже невозможно отрицать, правда же? Не все же такие прошаренные, как вы. Возможно отрицать, что они пресекают преступления. На самом деле блокировка сайта это просто способ закрыть глаза на какое-то преступление. Мы сблокировали сайт, считаем, что ничего нет. В реальности, если там какие-то сайты продают наркотики, допустим, то правильной борьбой с продажей наркотиков, по-моему, не закрывание глаз на эту продажу, потому что все равно продают. Те, кому надо, те знают, как обойти эти блокировки. А реальной борьбой в этом случае может быть исключительно борьба с теми, кто это продает, а не с их сайтами. И поэтому вот эта вот палочная система, которая возникла, что вместо того, чтобы чем-то полезным заниматься, мы тут с судьей попьем чаю и придумаем, какие бы сайты заблокировать. Ну, я говорю от лица прокурора, да, как бы. Это вы хорошо примерили. Это не решение проблем, то есть это просто, ну, там, сначала это пилили бабки, сейчас это, там, занимаются составлением отчетности. Ну, как бы, простите. Станислав Шакиров, технический директор Роскомсвободы, у нас на связи. Вы сказали, что это было и это будет. То есть, после этой ситуации, когда вся пресса об этом написала, на ваш взгляд, ничего принципиально не поменяется? Я вот как-то с вами готов не согласиться, мне хочется с вами не согласиться, но не может быть, чтобы после этого случая они не пересмотрели принципы работы. Что вы видите в будущем? Будет третья ситуация, когда снова пресса напишет, вырубили сами себя, или все-таки что-то изменится? Значит, я думаю, что они напишут какое-нибудь дополнение к своему софту, которое не позволит данный домен заносить, ну и там еще ряд доменов, которые не относятся к интернету, а относятся либо к вашему компьютеру, либо к вашей локальности, просто среди IP-адресов, IP-адресы, это же, наверное, понятно, да? Да, это понятно, спасибо. Этот уровень у нас присутствует. Среди IP-адресов есть зарезервированные промежутки IP-адресов, которые не имеют отношения к интернету и используются как служебные в локальных сетях, то есть у вас дома на роутере и так далее. Я думаю, что вот эти IP-адреса они занесут в какой-то стоп-лист свой, который больше не будет добавляться в реестр, просто чтобы таких глупых ситуаций не возникало. Но, опять же, если брать механизм, что сделал администратор этого домена заблокированного сайта, он просто, когда узнал, что его заблокировали, подменил IP-адрес на какой-то другой. И автоматически Роскомнадзор это внес. Поскольку IP-адресов много, мы можем сайт, который заблокировали только что, но еще в реестр не внесли, то есть он только находится в пути блокировки, он в этот момент может вместо смешного IP-адреса внести IP-адрес допустим Роскомнадзора, сайта Роскомнадзора. И, как бы, если Роскомнадзор автоматически их будет заносить опять в базу, то вы, заходя на сайт Роскомнадзора, увидите, что сайт заблокирован Роскомнадзором. Ну вот вопрос. Мы можем назвать того хостинг-провайдера, который так то ли пошутил, то ли случайно пошутил? Это не хостинг-провайдер. Это администратор домена. Это владельница домена. Владельница сайта. Так. Ну вот, собственно, мы можем узнать имя героя или это невозможно? Ну, это зависит от того, писал ли он свое имя в форме регистрации домена или нет. Скорее всего, нет просто. А для Роскомнадзора этот человек, он уже очевиден, да? Они могут это понять. Тоже не факт. Но это зависит от того, как пристально человек следит за своей приватностью. То есть, я вот важный момент хочу понять. Даже несмотря на весь этот шум, в конце концов, человек может сохранить свою анонимность, вы говорите, тот, который таким образом РКН подставил. Конечно, конечно. То есть, на самом деле, захостить в интернете сайт, чтобы никто не знал, кто ты и там, как тебя искать, это не проблема. Страшные вещи, говорите. Да, это, конечно, любопытно. Скажите, пожалуйста, а исправить... Оборот, классная вещь. Ну, для вас классная вещь. Мы знаем, да. На что заточена ваша работа организации Роскомсвободы? Вопрос от нашего пользователя. А исправить все реалистические истории, прописанные сегодня в законе, каким-то образом можно? Так, чтобы не в чистом виде все убрать, все отменить, ну, грубо говоря, то, за что вы выступаете, а как-то сохранив некое, как это сказать, компромиссное, да, такое состояние, когда, с одной стороны, есть польза и есть решение тех задач, ради которых старается Роскомнадзор, с другой стороны, уходит абсолютный абсурд. Что нужно исправить? Ну, здесь надо просто по каждому, на самом деле, по каждой тематике блокировки смотреть, какую пользу это добавляет, да, то есть, ну, то есть, мне совершенно понятно, что там блокировка суицида, это там отрабатывание палок, да, потому что, вот с точки зрения суицидов, мы можем просто посмотреть. Берем количество детских суицидов с момента принятия закона и сравниваем, что было до того, да, если оно упало, то мы можем догадываться о том, что это как-то там скоррелировало с тем, что блокируются эти сайты. Если оно возросло, мы можем сказать, что либо оно вообще не помогает никак, либо оно скоррелировало в другую сторону, да, как бы, что это только способствует. И по каждому пункту надо это все смотреть. Ну, как бы, я просто что могу сказать, да, что в целом, вот, как любой вот такой вот закон, вот там, коин и пытаются ограничить, там и так далее. Те, кто использует что-то, детскую порнографию смотрят, да, есть в интернете люди, которые смотрят детскую порнографию, к сожалению. Они не смотрят его через, там, сайты, которые блокируют Роскомнадзор. Они знают, как до этого добраться, там, совершенно по-другому нужно, там, работать с людьми, которые снимают эту детскую порнографию, да, как бы. И вот, разбирать нужно каждый пункт. Я, мне кажется, что в итоге мы, ну, направление, по которым эта блокировка была бы оправдана именно с точки зрения эффективности и положительного влияния на общество. Ну, это ваше точка зрения. Да, важный момент я на вас хотел проверить. У нас буквально в начале месяца возник сюжет, появился такой блогер-предприниматель, который решил бороться с несправедливой блокировкой сайтов и сделать это с помощью некого троллинга, да, заваливать всевозможные органы требованиями вырубать в Википедию, в частности. Вот он почему-то избрал своим объектом в Википедию. Знаете этот сюжет, Вадим Жартун? Ну, слышал, да, в Питере, по-моему. Как вы к этому относитесь? Эта история имеет какой-то смысл? Потому что, как сказал нам в свою очередь сам Станислав Козловский из Википедии, ну, на его взгляд это дичь. Вы что думаете по этому поводу? Ну, не знаю, там, проверить эту систему таким образом можно, да, потому что Википедия вообще сложно, потому что их пытались уже заблокировать. И, я помню, что долгие были переговоры там с Википедией, с Роскомнадзором, то, что там Роскомнадзор должен исполнять решение суда, а Википедия не хочет модерироваться. Не, ну, это же, это все имеет право на считывание, потому что это мы тестируем определенные форматы работы нашей, там, системы, нашего правительства, как это все действует, потому что, с одной стороны, они должны исполнять законы, с другой стороны, понятно, что если они будут приприняты законы исполнять в полную силу, то мы скатимся там на уровень какого-нибудь, там, не знаю, там, мы рады. И здесь, конечно, ну, это просто, ну, я не знаю, здесь нужно глобально судить вообще в философии или там, в политологии, но такая вот игра от противного, она имеет смысл или нет? То есть вы говорите, что частично имеет? Ну, мне кажется, что да, потому что, ну, как бы, это получается это высмеивание закона, который был принят, и в случае, если мы его будем исполнять, мы станем очень смешной страной там для всего мира, да, поэтому, как бы, наши государственные органы, которые обязаны исполнять этот закон, пытаются, как змеи, выворачиваться из этой ситуации, чтобы не исполнять его в полную силу, потому что, даже там, Путин и Медведев, насколько я помню, говорили о том, что Википедию блокировать нельзя, по закону приходится. Хорошо, хорошо, мы с вами находимся в декабре месяце, вот сейчас, в этом диалоге, 13 число у нас на календаре, и, собственно, мы хотели Вадиму Ампилонскому один простой вопрос задать. В феврале месяце он нам буквально следующее произнес, он сказал, что новые законы об интернете будут не запрещать, а стимулировать, когда принимался известный пакет, вы понимаете, да, о чем идет речь? Он говорил следующее, «Хотелось бы, чтобы новые законодательные инициативы стимулировали развитие наших интернет-отраслий. Те институты, которые были созданы отраслью совместно с государством, это прежде всего институт развития интернета, давно занимаются проработкой дорожных карт, которые бы позволили принять стимулирующие законодательные инициативы, думаю, что произойдет смещение тренда с запретительного охранительного на стимулирующий. Получилось, вот скажите, глядя на прошедший год, декабрь месяц, можно как-то проанализировать. Действительно у нас те законы, которые появились, они стимулируют отрасль или все-таки скорее негатив несут? Ну, я, наверное, если стимуляцию воспринимать как что-то позитивное, то, наверное, я не могу вспомнить ни одного закона. То есть там один пакет яровой, чего только стоит. Понятно, что он стимулирует тратить деньги на логоплательщиков и пользователей на приобретение новых механизмов шифрования и хранения информации, но в реальности нет. То есть я, наверное, не сказал, что у нас такие законы стали приниматься. Ну, более того, Роскомнадзор, он же не является законодательным органом, правильно? То есть это было их предположение, что оно так станет. Думаю, почему-то решилось, что все будет по-другому. Вот у меня еще такой вопрос простой от простого пользователя. А что изменилось? Ну, вот у нас конец года уже, да, 13 декабря сегодня на календаре. То есть мы можем как-то подытожить этот год. Что изменилось в интернете? То есть с точки зрения интернета в Российской Федерации? Ну, на самом деле глобально не изменилось ничего. То есть мы всего лишь приняли законы, очень жесткие, вообще драконовские, которые пока не работают в этом году, потому что они вступают в силу позже просто. И те законы, которые должны были вступить в силу в этом году, они тоже отсрочны. То есть за этот год получилось, что мы приняли там дополнительные направления, по которым можно блокировать сайты. То есть там раньше было 6, а теперь там стало 9. Ну и в этом году мы приняли законы, которые нам еще аукнутся в следующем. То есть как, например, о локализации данных, по которым был заблокирован LinkedIn на днях. Ну, пару недель назад. Вот. Так и, соответственно, закон Яровой, с которым тоже непонятно, что делать, потому что мессенджеры как бы обязаны отдавать ключи с шифровами нашим спецслужбам. И я очень сильно сомневаюсь, что они это будут делать. Немножко заедает у нас связь со Станиславом как раз на том моменте, где он комментировал то, что будут делать спецслужбы. Еще раз последнюю мысль. Давайте попробуем произнести. Значит, я говорил по закону Яровой, да, что мессенджеры не российские должны будут передавать ключи нашим спецслужбам, что они делать не будут, скорее всего, по моему мнению. Вот. И это нас ждет в следующем году. То есть этот год запомнился тем, что были приняты, вообще говоря, дичайшие законы, которые, как они будут исполняться, мы не знаем пока. Два последних вопроса у нас к вам. Скажите, пожалуйста, пользователи наши интересуются, а если Тор и VPN будут законодательно запрещать в России, как в Белоруссии, к чему это приведет? Ну, в Белоруссии Тор не то, что законодательно запрещен, он просто блокируется, потому что законодательно там запрещено механизмы обхода информации, да? Но при этом я не думаю, что здесь будут... Опять же, надо понимать, что блокировки для обычных пользователей, они какую-то роль играют. Блокировки для продвинутых пользователей не играют вообще никакой роли. И Тор, в принципе, заблокировать практически невозможно, потому что почти ни в одной стране мира это не получилось сделать. И те, кому нужно будет через Тор, будут выходить. В VPN заблокировать, ну, вообще говоря, тоже достаточно сложно, по той причине, что, например, все банки работают через VPN. То есть VPN такая технология, она используется не только для обхода блокировок, она используется в том числе для того, чтобы защищать информацию, в том числе очень чувствительную, в том числе финансовую и так далее. И поэтому, блокируя, вот просто вслепую блокируя VPN, мы сразу заканчиваем работу там, ну, госуслуг, например, как вот все эти инфраструктуры там, да, которые развернуты внутри государства по обслуживанию граждан. Мы сразу блокируем работу всех банков и так далее. То есть в этом случае нужно блокировать умнее, нужно разрешать там какие-то VPN-провайдеры, запрещать какие-то VPN-провайдеры. Но я пока не вижу для этого никаких начинаний у нашего государства, если честно. Нет, но если запретить сам выход в ТОР, вот взять и запретить, доказывают с помощью, я не знаю, там вирусной программы в твоем компьютере и скриншотов, что ты это делал, и тебя принудительно, там, не знаю, показательно казнят. Это метод? Ну, вот в Эфиопии такое, насколько я помню, в Эфиопии такое происходит. У них есть один на страну телефонный провайдер, который всячески борется со скайпом и чем-то подобным. Ну, чтобы деньги зарабатывать, да, как бы. И поэтому, если вы по интернету гоните какой-то неопознанный трафик, значит, это, скорее всего, скайп или какая-то голосовая телефония, значит, вас нужно 12 лет в тюрьму. Ну, и люди садятся в тюрьму. Ну, опять же, я не знаю, такой сценарий возможен. Вот теоретически, да, вот даже в какой-то стране его реализовали. Мне сложно давать оценки, возможно ли это в России. Отлично. Последний вопрос. Не будем вас отвлекать от работы. Делайте ваше дело. Мы вас уже отвлекли неплохо. Мы сделали свое дело. Скажите, пожалуйста, Станислав, вы пошли бы работать в Роскомнадзор, чтобы исправить ситуацию? В текущей нет. А что не так? Ну, Роскомнадзор, грубо говоря, это же орган, который исполняет законы. То есть здесь сначала законы нужно как-то менять, прежде чем в Роскомнадзоре было комфортно работать. А то есть, в принципе, вы не против, если бы были хорошие законы? Ну, как бы делать людям добро всегда приятно. Вопрос в том, что, по-моему, сейчас это невозможно делать через государственные органы. Это ваша точка зрения. И вопрос в терминах, кто что называет добром. Услышали вас, Станислав. Ну что ж, спасибо вам большое за это небольшое интервью в прямом эфире. Ну, спасибо действительно большое. Станислав Шакиров, технический директор Роскомсвободы. И вот этот сюжет по поводу того, что Роскомнадзор якобы самого себя в кавычках заблокировал, нам разъяснил. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Всегда на связи. Всего доброго.